Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 27 октября, день Пороскевы, назван в честь святой Пороскевы, Просковье, Сербской. Когда ее родители умерли, она решила раздать наследство бедным людям и сама отправилась в Константинополь, чтобы принять монашеский пострих. Посетила святую землю и решила поселиться в Иорданской долине. В родные места вернулась за два года до своей смерти. Мощи Пороскевы обладали чудодейственными свойствами, помогали излечиться от многих недугов. В народе этот день часто называли Просковьей грязницей, трепальницей, грязнихой. И все потому, что в это время погода портилась, идет дождь. Как правило, сухая и теплая погода в этот день – большая редкость. Сегодня полагалось трепать и мять лен, а вот других работ выполнять не стоило. Пороскеву считали защитницей беременных женщин. Изображали ее с длинными распущенными волосами. И чтобы не лишиться ее помощи во время родов, беременные не расчесывали волосы по пятнице. Сегодня старались не слишком сильно и долго смеяться, чтобы в будущем не столкнуться с бедами и не плакать горькими слезами. Также сегодня задабривали домового. Вносили ему еду во двор, чтобы скот не болел и хорошо плодился. Верили, что домашних животных опекает домовой. Приметы. Если много грязи на Просковью, следующий снег приведет к настоящей зиме и будет лежать долго. Ветренная и сухая погода сегодня – лето будет засушливым и неурожайным. Громко каркают вороны к оттепели. Облачная и снежная погода сегодня в мае будет прохладно. Лес покрылся инеем – это к богатому урожаю овса. А дождь сегодня всегда идет к хорошему урожаю пшеницы. Вес уже зашкаливает, и они ничего не могут сделать. Это за 200 килограмм основные люди. Они уже не могут ни ходить, ни двигаться. И вот для них основное блюдо – это капуста. Вареная, пареная, сырая и так далее. И я видел, с 200 килограмм люди становились 90 килограммов. А вот этот салатик, который я делаю, он как раз способствует тому, что активирует обмен веществ. Никакой, вы видите, здесь не содержится сладости. Калорий минимум, но и зато стимулирует организм на то, чтобы он работал великолепно. Кстати, теперь я возьму один листик небольшой свеклы. И миленько-миленько надо нарезать. Чем меньше мы нарежем листик свеклы, тем более приятно будет его съесть. А свекла вообще относятся к каким овощам? Холодным, горячим? Свекла относится к горячим овощам. И знаете почему? Почему? Потому что, будем так сказать, вот корми плод. Он находится где? В земле. В земле. Значит, он приобретает тёплые свойства, чтобы противостоять холоду. А потва где находится? На воздухе. Поэтому она приобретает охлаждающие свойства. И в зависимости от того, что вам надо сделать. Согреться. Либо согреться. Вы будете применять то или иное. Кстати, в свекле содержится биологически активное железо, которое как раз способствует тому, что улучшает кровотворение, а значит, является хорошей профилактикой против онкологии. Вот у вас в книге написано, что листья свеклы помогают при ожогах огнём. Листья свеклы рассасывают опухоли и открывают их. Но свекла вредна для человека слизистой натуры. Слизистая натура. И здесь очень важно действительно сделать такие пояснения. Слизистая натура – это когда у человека слишком много веса, слишком много, допустим, лишних веществ, которые выделяются как раз в виде от кашлеваний лёгких, мокроты и так далее. Так вот, вредно будет корнеплод. А для того, чтобы ожоги лечить, это лучше всего, конечно, подойдёт ботва. Ботву просто-напросто можно пожевать и приложить к месту ожога. Она чем угадает? Охлаждающими свойствами. А ожог – повреждение термической энергии. Итак, смотрите, немножечко свеклы добавил. Я добавил сюда. Так. Опять-таки помним своими руками, чтобы всё это пустило. Ещё сок. Лучок добавляем сюда. Как мы видим, всё у нас зелёное. И смотрите, теперь я хочу сюда добавить масло. Значит, лучок есть, есть журчие свойства. Зелёное успокаивает, значит, стимулирует, как бы сказать, на успокоение. То есть, стальтику активирует. И теперь, для того, чтобы наше блюдо ещё целебное стало, масло я буду использовать, да не простое, а из косточек винограда. Это масло, я вам скажу. Хо-хо-хо-хо. То есть, что такое виноградные косточки? Виноградные косточки, они содержат в себе жизнь, которая передаётся, или из которой образуется виноградная лоза. Так же? Угу. Вот. Поэтому это масло, можно сказать, обладает омолаживающими свойствами. Угу. Ну-ка, понюхай первое. Чем похоже? Тонкий аромат. 29-й лунные сутки. Энергетика этих суток крайне неблагоприятна. Поэтому её ассоциируют с чудовищем морских глубин – осьминогом. И всё это происходит потому, что волнение океанических вод и жидкость организма влияет на наши психологические и жизненные процессы, внося в них разлад. Чтобы противостоять этому и помочь организму пережить эти сутки, рекомендуется соблюдать во всём ограничения, физическое нарушение, питание, воздержаться даже от интимной близости. Это же касается и общения с людьми. Сторонитесь всех, кому вы чувствуете антипатию и недоверие. Подсознание подсказывает нам, что это не наши люди. Так, зачем с ними общаться? Сегодня подводите итоги. Как вы прожили этот лунный месяц? Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Продолжение следует...